Приветствую вас на канале RTV в эфире канадской русскоязычной телесети свещания в Манитобе, Альберти и Британской Колумбии. Спасибо, что смотрите нас. Сегодня в программе. В Канаде дроны будут помогать службам первой помощи. Не угасают споры вокруг бюджета на нынешний год. Крупнейшая компания-авиаперевозчик WestJet меняет руководство. Фейсбуку нет, а что взамен? Канадцы не хотят пользоваться крупнейшей соцсетью. Сборная по художественной гимнастике Манитобы просит о поддержке. Секреты женской красоты от коуча личностного роста и духовного развития косметолога Анастасии Ланверс. Подробности далее. Вы смотрите RTV. В Канаде действуют серьезные ограничения на использование дронов. К примеру, нельзя взлетать выше 90 метров в ночное время суток над контролируемым воздушным пространством. Но вообще мало приятного, когда у тебя над головой вертушка жужжит. Никогда не знаешь, чем это может закончиться. Но, судя по всему, дроны в Канаде начнут выполнять важнейшую роль, помогая службам первой помощи. И первыми дроны внедрят городские полицейские и RCMP. Министерство транспорта Канады сейчас работает над законом, который позволит использовать дроны повсеместно. Полицейские будут использовать дрон как оперативного помощника, который доставит дефибриллятор, к примеру, на место аварии, до того, как прибудет скорая помощь. Ну и, конечно, удаленное видеонаблюдение, прямая работа дрона. Однако, существуют и опасения. Любая техника может неожиданно выйти из строя. А в этом случае возникает риск потери связи с дроном, который, в свою очередь, может упасть на людей. Ну что ж, поживем, увидим. По сообщениям информационного портала «Голос Альберты» правительство Канады представило федеральный бюджет на 2018-й и 2018-й. и 2019-й годы. Канадские власти хотят увеличить число работающих женщин и выделить значительные средства на науку и технологические исследования. Документ, состоящий из 370 страниц, назвали «Равенство и рост для сильного среднего класса». Одной из целей бюджета является уравнение в перспективе оплаты труда для женщин и мужчин за одну и ту же работу. Сейчас женщинам платят 88% того, что зарабатывают мужчины. Предполагается, что благодаря большому вовлечению женщин в экономику доходы Канады к 2026 году вырастут на 150 миллиардов долларов. В компании WestJet произошла смена руководства. Грег Сарецкий, генеральный директор компании, объявил о своей отставке. По словам аналитиков, акционеров компании беспокоят превращение WestJet из недорогой авиакомпании в крупную корпорацию с множеством подразделений. Нынешний руководитель AdSims возглавлял новозеландскую компанию Airways, которая предоставляет услуги по аэронавигации. Канадцы всерьез обеспокоены фактами утечки информации через Facebook. В рамках онлайн-флешмоба канадцы удаляют свои учетные записи, предпочитая Facebook другие социальные сети. Канадцы считают, что Facebook не предоставляет должных гарантий по защите пользователей. Молодцы канадцы! А кто из вас участвует в тестах на сайте Facebook, добровольно сливая информацию о себе в сеть?